играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и нас очередной обзор по танкам наши любимые игры world of tanks сегодня у нас на обзоре имба имба 10 уровня танк тяжелой великобритании прокачиваемые ветки супер конь все его так называет выговаривать у меня глава не получает супер конку и рр поэтому просто супер конь как его всей называют вот машина можно сказать читерская машина прям имбовая удобная для игры в современном рендами но давайте все и по порядку все нас полноценный гайд сегодня у нас панал ценный обзор броня пушка все самое хорошее плохое если есть у этого танка предлагаю уже отправляться по сложившей традиции смотреть бронирование супер коня идем и так вот наш супер конь ну и давайте все по порядку нлд корпус бронеплита 101 и 6 миллиметра в приведенке у нас правильно поставим вот 147 142 и это говорит о том это вообще самое слабое место этого танка нас удар вот все девятки десятки восьмерки просто все что касаемо vld плита 152 миллиметр плюс есть экранчик защиты от кумулятивных снарядов снизу у нас придем к 272 сверху 288 и о чем это говорит и это против бронебойного снаряда если мы подключим подкол здесь уже 300 здесь 315 а vld вы чаще всего будет и это видеть когда он будет просто вас сверху от увн убивать и здесь уже будет все 400 естественно против кумулятивного снаряда здесь будет все триста сорок триста пятьдесят поэтому vld очень крепко что касаемо борта 101 также и 6 миллиметра вот здесь с экранами 121 может ли он танковать от борта конечно может еще и как может триста сорок рикошет и всегда будете видеть надпись рикошет 400 400 рикошет вы на не скажете о подбашенный цилиндр на иного туда будем пробивать попробуйте 364 310 550 то есть стрянули не сюда а чуть-чуть сюда 425 чуть чуть левее 353 549 и рикошет поэтому он танкует от борта как бог то есть крепкая vld крепкий борт с этим разобрались может быть есть уязвимые места в башне да есть у самой ослабленной зоны в башне это вот здесь 300 миллиметров вот здесь вот под под стволом 279 миллиметров на говорит о том что десятки даже не говорил про другие танки обычными снарядами вас они пробивают только голдой но попробуйте попадите достаточно узкое местечко тогда чтоб прям сюда заваливать снарядами все остальные места 367 366 400 379 430 короче больше слабых мест нет смотрим маску 324 333 снизу 400 500 700 вот рядом со стволом вот здесь 314 чуть-чуть левее 279 и на один пиксель левее к стволу уже опять 329 поэтому маску вы не пробьете никогда и ничем вот верхняя крышка 58 по правил трех калибров а сюда может пробивать только ствол от 150 миллиметров ну и выше из такие есть в игре вот есть сзади лючок есть но он под сумасшедшим углом тоже находится до в нем 69 на 70 миллиметров и система пишет хоть и приведен к 177 миллиметров но и также пишет рикошет единственно чем можно суда а это против бронебойки против подкола здесь будет уже приведенки 206 миллиметров и уж тем более рикошет вот единственное можно пробивать кумулятивным снарядом но он опять же маленький находится сзади башни и соответственно когда под прямым вы будете танк видеть если вам будет видеть виднец и лючок кумулятивы еще можете пытаться пробовать его пробить а вот если он играет от рельефа от своих увн в 10 градусов от пушки в этот лючок и никогда вообще в жизни не увидеть так что это по броне просто лютая броня у этого танка если он где-то даже в городской карте спрятал свою нлд и стал в позицию ну попробуйте его выбить и и на конечно холмистых картах там рельефных картах где танк может играть от своей пушечки от башни от увн это конечно жуткая машина идем в ангар давайте посмотрим его пушечку вот орудие у нас 120 миллиметров альфа 400 бронепробитие основным снарядом 259 вот голдой 326 заряжается пушечка 8 и 7 секунд на стоке дпм на стойке 2 759 точность конечная 033 разброс время сведения на стойке 2 секунды что касаемо полевой модернизации вот дополнительный слот качаете обязательно мобильность вот во втором блоке качайте вездеходную ходовую а что нам и дает уж сразу давайте все открывать поставим поставить в четвертом блоке а предлагаю качать отстройку пролакса точность улучшим до 0 29 при той сборке которой оборудование сейчас есть и вы дальше и увидите в пятом блоке однозначно звукоизоляция седьмом блоке настройка отбора мощности что нам даст максимальной скорость назад плюс два километра и у нас назад уже катить будет 16 вот и восьмом блоке мы качаем усиленный корпус вот зачем его качаем потому что даст нам дополнительные защита от фугасного урона от времени оглушения все такое да потеряем мы а немножко от разброса в качестве там точности пушки грубо говоря да но но при всем при этом у этого танка она и так великолепная поэтому можем себе позволить это касаемо полевой модернизации если будете качать я думаю конечно же будете идем в ангар по оборудованию я тут распыляться не буду я скажу на чем я ищу умел три отметочки взято ведь почти сто процентов обязательно докачают до сотки вот я считаю что вот эта сборка она единственные самые правильно для этого там в первый слот дающий дополнительный бусто вживаем из танка ставим улучшенную закалку во второй слот полевую модернизацию мы вкачаем на мобильность соответственно ставит турбину ну и конечно же досылатель ну по-любому все других вариантов не надо став ему не нужен пушкой так великолепно стабилизировано да никакие умп ему не нужны танк хорошо крутится на месте а башня так вообще великолепно быстро крутится улучшенный прицел а зачем он нам когда он у нас вот так даже без вкачаны полевой модернизации где у нас точность станет 029 она у нас и так 03 тяжелый так вполне себе да не надо усиленные привод наводки у нас и так 18 комфортно играбельно поэтому максимально правильная сборка для этого танка по оборудованию по снарядам по скорости полету основной у нас ббх и голда у нас подкол ббх летит 1067 голда летит невероятный 1334 это очень круто вот по снаряжению стандартный комплект вот ремка аптечка и огнетушь вот боекладочка кстати у коня выбивается часто через нлд вот ну и ладно я еще рекомендую вам все таки ставить до паёк если у вас много серебра можете позволить ставьте бус дает танку невероятно дополнительно по экипажу на за четыре члена экипажа первым перку командиру лампу всем остальным ремонт вторым перка боевой братства дальше качать как показано в таблице поставили вот такое оборудование до паёк инструкцию на досл я поставил до экипаж у меня три почти четыре перка чего же мы достигли смотрим пушку нас уже зарезается 656 в н кстати пушки надо отметить еще раз минус 10 градусов и это очень круто время сведения 18 точность 03 дпм почти 3700 невероятно хорошо по живучести с учетом закалки у нас почти 2700 хп отлично по мобильности 38 метре вперед 14 назад 13 лошадей на тонну да и танк ну уверенно едет свою максималку он нормально набирает этой скорости ему достаточно чтобы занять позицию вполне себе играбель вот по незаметности даже смотреть тут нечего и нету танк огромный это минус танка один из которым мы сейчас обсудим далее по обзору у нас 400 почти 50 метров что вполне себе нормально для десятки для тяжелого танка давайте обсудим плюс и минус этой машины минус это огромные размеры это минус в первую очередь против арты играть да ну и просто целить такой большой танк достаточно удобно вашим врагам минус по броне это его нлд дырявая и доступная всем включая восьмые уровни вот дальше а какой еще есть минус а все минусы закончились больше их нет нету подвижность меняемая для такой дуры вот броня дальше уже перечисляем по сути плюсы до броня невероятно стабилизация пушки супер комфортно пробитие на снарядах хорошие снаряды быстро летят чтобы бэха что голда вот у вены пушки просто космические позволяют на рельефных картах творить дичь это тяжелый танк универсальный как назвала его картошка на самом деле это прям не не то чтобы универсальные чуть ли не танк прорыва если карта позволяет где-то встать спрятать свое нлд городская карта и рельефная карта где вы будете играть от у вен своей пушки этот танк может невероятно накипать это танк стоит в одной группе с такими имбами да как чифтейн 268 вариант 4 кто у нас там супер это супер код кран ваган до кран ваган в 55 то есть это тут та большая пятерка супер танков куда и входит наш супер код вот прилагаю же отправляться в бой подергать за рычаги пощупать данную машину как она себя ведет современную рэдами погнали так попали к девяткам едем направо у нас полноценный обзор гайп о супер коню сейчас мы его проверим его имбовость как он у нас гоняет современном рэндами до супер коль ну почти 40 едет и с из 7 летит дед на позицию летит варки повсюду я прилетел уже на турбине небось кушайте деды стоим ждем наш дед поджался папа пропустил враг уже близко как он так просквозил быстренько и мелька тебе там не с руки будет играть глянь не светится нет все вот эмиль мешает я бы на самом деле немножко упоролся бы но торопиться не будет счет 11 можно было бы в дедау упороться но эмиль может выйти барабан залить это больше всего расстраивает такая перспектива и и и Продолжение следует... О, где он там? Меня целит. Хорошо, пошло. Фармим, деда, фармим. Мне нужна помощь. Приподнял свой этот. Все. Делом все закончили. Угу. Делом все. 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 Мы уже близко. Это не нравится. Вот это громадина. У меня этих мин много. Доброму это не получится. но боеприпасы кончаются ну суммы дали 4 500 как и планировали почти я прям жесткую пороску даже говорить нечем так там конвей надо плену а вообще хп нету быка выбито их зря даже вокруг поехал ни хрена больше мне не стреляет все ну ладно план сделали план капкан как раз ровно 4 600 тысячи на света 3 500 на стрела все на 3 отметки отметку удержать то есть звание полученное при отметке конь нам позволил удержать что нам это позволил сделать это хорошая альфа точную пушка хороший дпм какая-никакая броня да ну конечно наши руки вот конец конечно имба это конечно имба в современном рендами тут даже говорить как бы ничего вот имба безусловно и ведь мы даже первое место по урону не заняли скорее всего мало настреляли все-таки 3 500 для коня это мало то нет первое место у нас есть он пять фрагов 4 но у нас первое место по урону и мы мы еще и начисленном сто восемьдесят тысяч чистыми у нас 90 вот так вот то есть еще и в плюсе по серебру хотя стреляли в угол до подколами вот ребят пишите ваши комментарии как вам вообще супер коль как вы к нему относитесь насколько вы считаете его имбовым да какое вы оборудование используете как по мне еще раз скажу что улучшенный закалка турбина и досылатель это те именно три вида оборудования которые просто необходимо данной машине потому что все таки стаба на пушке отменная стабилизатор нам здесь нет ну уже вот пишите ваши комментарии под видео вот ставьте лайкосы танковые жирные подписывайтесь на канал и говорю до скорых встреч пока играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно нажимай колокольчик и